В России. Вы правы, что русский парламент был незаконный с самого начала. С самого начала. И это нелегитимный парламент. Я хочу к нашим коллегам сказать, вот я издалека начну, почему это важно. Как-то 4 июля, День независимости Соединенных Штатов, тогдашний посол, я не помню, это было 4-5 лет тому назад, он там выступил с речью, и он сказал такую парадоксальную вещь, он сказал, мы похожи на Украину, потому что у нас, когда мы боролись за независимость, тоже был очень сложный сосед. Он имел Великобританию в виду. И если бы Великобритания не стала той, какой она стала, то были бы большие проблемы у Соединенных Штатов, и это понятно. Так вот, мы понимаем, что пока Россия не изменится, у Украины будут проблемы. Поэтому нас интересуют их результаты. И поэтому мы, как журналисты, мы должны быть солидарны с теми журналистами в России, которые, рискуя своей личной свободой, все же пытаются донести правду до людей. И я вам сразу дам один пример. 20 сентября, это уже после выборов, два дня после выборов, стало известно о вынужденном отъезде из России журналиста, которого считается оппозиционным, он есть таковым, Александра Сотника. Он выехал в Грузию в связи с угрозами неизвестных. Он руководит своим YouTube-каналом, он так и называется. У него 132 тысячи подписчиков, это не такая уже огромная масса. И немало. Вот я вам дам один пример его видеообращения в День независимости Украины. Сегодня Украина отмечает День независимости. Вот уже третий год она ведет отчаянную борьбу за свободу и независимость. Когда-то, 25 лет назад, в моей стране тоже выпал шальной шанс обрести свободу. Тогда мы отнеслись к этому шансу весьма легкомысленно. Не провели декоммунизацию, листрацию, позволили олигархам закрепиться у власти, развели коррупционную грязищу и, наконец, подхватили вирус имперского фашизма, который сегодня терзает вашу страну, Украину. Я знаю, есть грехи, за которые нет прощения. Сколько ты не вымаливай. И склоняя голову перед памятью погибших украинских патриотов, я понимаю, что нет и не будет нам никакого прощения. Даже тем, кто выступал против этой войны с самого первого дня. В итоге Украина победит. Вы обретете свободу. Потому что это святая борьба. А мы пройдем собственный путь, который, боюсь, окажется кровавым. Но такова цена. Цена соглашательства и трусливого молчания. Вы храбрый народ. Слава Украине! Александр у нас в прямом эфире из Грузии. Александр, вы слышали аплодисменты ваших и наших коллег? Да, спасибо вам большое. Здравствуйте. Но из того, что я читаю, Александр, вы продолжаете получать угрозы? Да, конечно. Мне сегодня сказали, точнее написали, что меня все-таки переведутся не в овощной отдел, а в глиноземную. Товарищ майор продолжает хохотать. А вы понимаете, кто с вами общается? Да кто же знает. Я думаю, что понимаете, вот те звонки я посоветовался со специалистами. Мне говорят, что это напрямую по СОРМ звонят. Ну, это по оперативно-розыскным мероприятиям системы. Поэтому даже в распечатках телефонных разговоров эти номера не отражаются. Вот странно, в телефоне есть, а в распечатке нет. Александр, а вот власти Грузии, вы к ним обращались? Ну, я думаю, что да, потому что вам же надо было въехать на территорию Грузии. Нет, я не обращался к властям Грузии, потому что у нас, вот как ни странно, безвизовый режим. Я могу на территории Грузии находиться без визы совершенно спокойно 360 дней в году. Ну вот, Давид Сакварелидзе пока не советует вам обращаться. До 8 октября не обращайтесь. Но это выборы в Грузии, но до 8 октября... Мне друзья уже посоветовали, да, пока не обращайтесь. Не, ну до 8 октября еще дожить надо. Вы понимаете? Вы очень оптимистично сейчас сказали. Нет, есть оптимизм и есть реализм. Да, это правда. Что бы вы нам сказали? Как вы себя там чувствуете? Ну, как вам российские выборы? Ну, во-первых, как чувствую? Я благодарю моих друзей, которые меня встретили как брата. Это действительно очень трогательно. Они меня поселили в очень хороших условиях. И я теперь могу дальше заниматься своим проектом, развивать канал. Что касается выборов в России, я вообще не понимаю, зачем это слово требует, хорошее слово, выборы, по отношению к тому цирку, который происходил в России. В России уничтожен институт выборов. И на этих руинах ходить бессмысленно. Плакать, стенать, камлать. Зачем это делать? Когда мне говорят, что, ну вот, войди, пожалуйста, в этот подъезд. Я говорю, дома не существует. Дом разрушен. Дом разрушен. Какой подъезд? В какой подъезд мне нужно входить? Мне говорят, нет, ну, понятно, разрушен. Но идти-то надо. Я спрашиваю, у кого из нас шизофрения? Ну, действительно, если нет выбора, то ходить туда бессмысленно. И то, что пришло на эту спецоперацию по удержанию путинской власти 47%, это прекрасный результат. Прекрасный. Который развенчивает миф о 86% поддержке Путина. Это совершенно замечательно. Никаких 86% нет. Не верьте в это. 47%, а я вам скажу, из кого состоят эти 47%. Это, безусловно, учителя, ну, в общем, бюджетники, оболваненные люди, ну, телезрители, да, которые насмотрелись великого зомбоящика с Путиным. Это солдаты, это полицейские. И, в общем, это силовичье. Примкнули так называемые либеральные силы. Парнас, яблоко и так далее. Для меня эти люди перестали быть рукопожатными. К большому сожалению. Это странно. Говорить, выборы в Крыму нелегитимны. Выборы вообще нелегитимны. Но мы туда пойдем. Простите. Либо трусики, либо крестик. Может ли, Владимир Назаров, вы хотите сказать, ответить Александру? Да, вы знаете, я, в общем, согласен с Александром. И согласен был с самого начала, когда Украина предложила признать выборы нелегитимными. И для нашей партии это была всего лишь площадка, где мы озвучивали свои мысли по поводу положения в России. С самого начала было понятно, что никто нам не даст выиграть ни одного процента. Так и было. Не знаю, может быть, Михаилу Михайловичу Касьянову казалось, что есть шанс выиграть, пройти 5-процентный барьер. Мне, например, нет. Вы меня простите, пожалуйста, Владимир. Простите, что я вас прерываю. Но после того, как в партии Парнас появился такой фрик Мальцев, и после того, как вот эти были дебаты в кривом эфире, в записи, да, и он там на дебатах, такой весь, такой богатырь, блинный, говорит, я посажу Путина на колу, и это все идет потом в эфир. Неужели непонятно, что это часть сценария, если это идет в эфир? Возможно. Значит, смотрите, как появился Мальцев. Ну, к сожалению, я думаю, что наша аудитория вообще не знает, кто это такой. Другой разговор. Поэтому это совершенно другой разговор. Но, Александр, ну смотрите, это да, и Явлинский об этом говорил, и Касьянов об этом говорил, и вот Владимир Назаров говорит, нету другой возможности попасть на эти Останкинские центральные каналы и сказать всему народу, что ты думаешь. Это только при участии в этой предвыборной кампании, даже если это не выборы. А зачем туда попадать? Вы думаете, меня не звали? Я им просто написал, ребята, чтобы вы сгорели там с этим Останкинским шприцем. Вот и все. Здесь находятся 100 журналистов из всей Украины. Я так, я правильно понимаю? Вот тут. Со всей Украины. Эти 100 журналистов могут выступить инициаторами нового закону, который заборонит властникам ЗМИ вмешиваться в редакционную политику. Послушайте, Владимир, вы ведь ко мне это сказали в рекламной паузе. Цей закон есть? Владимир мне сказал это в рекламной паузе. Меня часто спрашивают, почему я работал на всех каналах Украины. Почему я ухожу с одного, перехожу? Потому что с каждым каналом я подписываю контракт, где есть статья, вы не вмешиваетесь в мою редакционную политику. Они не вмешиваются лоб на первые месяцы, потом он вмешивается, и надо идти к другому. И там ты тоже подписываешь такой же контракт, и опять вмешиваются, и идешь на другой. И в итоге, обойдя все каналы Украины, заканчиваешь делать свой. А денег нема. Вот и все. И вся история. Хорошо. Тогда прямой путь в Россию, братцы. Нет. Нет. Вот с такой ситуацией Путин расправился сначала с журналистами. После этого наступила диктатура. Сто журналистов из всей Украины. Я правильно понимаю? Вот тут. Со всей Украины. Эти сто журналистов могут выступить инициаторами нового закону, который заборонит властникам ЗМИ вмешиваться в редакционную политику. Послушайте, Владимир, вы, Витька, мне это сказали в рекламной паузе. Цей закон есть? О, Владимир мне сказал это в рекламной паузе. Нет. Меня часто спрашивают, почему я работал на всех каналах Украины. Почему я ухожу с одного, перехожу? Потому что с каждым каналом я подписываю контракт, где есть статья, вы не вмешиваетесь в мою редакционную политику. Они не вмешиваются ловно первые месяцы, потом он вмешивается, и надо идти к другому. И там ты тоже подписываешь такой же контракт, и опять вмешиваются, и идешь на другой. И в итоге, обойдя все каналы Украины, заканчиваешь делать свой. А денег нема. Вот и все. И вся история. Хорошо. Тогда прямой путь в Россию, братцы. Нет. Нет. Вот с такой ситуацией Путин расправился сначала с журналистами. После этого наступила диктатура. Спасибо.